ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она еще немножко джедай, не только вампир. Не дергайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отпусти меня, я приказываю. Ты храбро сражался. Я люблю таких доблестных людей. Но никто еще не смел перечить мне. Кто ты? Демонада? Я здесь, чтобы спасти тебя, Кристоф. Спасти от участи большинства смертных. Приди ко мне. Я мать Екатерина. Да, я все понимаю. Сейчас ты убьешь меня. Нет. Хоть ты и без помощи. Я не вру тебе. Нет. А, нет. Нет. Вот так вот. О, В, А, ты смотришь Перпетус Плей. Меня зовут Саша. Играем в вампирский маскарад. Искупление. Любимая. Моя любимая игра. Без но, без если, без что бы там ни было еще. Любимая и все. И вряд ли это когда-нибудь изменится. Любимых не выбирают. Что касается озвучки. Местной. Она мною добавлена. Русская озвучка. И есть несколько версий этих озвучек. Все они плохие. Честно. Прям все они. Такое себе. Но я добавил ту, которая в столь темные времена, как сейчас, способна добавить нотку. Привнести нотку искренней радости. Кринжовой радости. Но такое, знаешь, вот как будто стендап посмотрел. Не всегда, но местами. Вот. С другой стороны. Если это будет категорически плохо. Понятное дело, что в первой серии она будет такая. Потому что, ну вот, такая мне прихоть. Но если это, на твой взгляд, категорически херовая идея. И дальше тебе хочется слушать. Либо английскую. Оригинальную озвучку. Либо, допустим, чтобы я читал субтитры. Либо. Чтобы я вообще за кадром отдельно озвучивал это дело. Ну, вложись в это мероприятие лайком, комментариям, репостом. Это очень важная вещь. Я понимаю, что все об этом говорят. Я понимаю, что большинство зрителей ложили на это хер. Такой, таких размеров, что... Но... Это правда. Я на это реагирую. Очень. На все комментарии реагирую. Даже на плохие. Поэтому, если тебе хочется, то... Дай знать. По крайней мере, дай знать. Вот. Ну и... Понеслась. Ну да. Новая игра. Моравия. 1141 год. Меня зовут Кристоф Рануальд. Я человек бога и солдат его армии. Вы, как, пора! Держи! Не, ну это не стрела. Это прям кол какой-то. При жизни еще хотели колом заколоть. Когда он человеком был. Кто ты? Милорд. Я сестра Анечка. Где я? В женском монастыре Святого Креста. Оу. А теперь успокойтесь. Надо много времени, чтобы затянулась ваша рана. Я должен вернуться к своим. Осторожней, я тебя дождала. Ваш капитан просил вам передать это, когда ваша часть уходила на восток. Спасибо за эти новости, моя леди. Скоро я оправлюсь от ран и поеду догонять свою часть. Да поможет тебе в этом всемогущий бог. И все сестры тоже помогут тебе. Хо-хо-хо! Сестра Анечка слишком добра. Она готова ухаживать за твоим делом день и ночь. У нее такая работа. Спасать жизнь. Я архиепископ Геза. Я пришел повидать вас и поговорить об услуге. Помочь нам охранять нашу тихую обитель от язычников-убийц. Огромное спасибо вам за помощь. Я ваш вечный должник. Я так рада, что ваши глаза снова светятся жизнью, благородный сэр. Ну а как же иначе? Мрачные тени бродят на улице Праги. Этим вечером в женском монастыре. Насилуют? И без меня? Подумал Кристоф. Да не бывать этому! Ну пока там насилуют, ничего страшного. Смотри. Во-первых, я, ну мое расположение камера, да? Не случайно в таком месте. Также не случайно меня не будет в видео вставках. Это техническая мемта. Если тебе интересно, я в комментариях, конечно же, ты спросишь, я отвечу. Но я не думаю, что это прям так интересно, чтобы в видео об этом говорить. Вот. А насчет яркости. Да, хотелось бы поярче. Но дело в том, что тут либо разрешение качественное, ну насколько это может быть качественным оно, либо яркость. И тут я выбираю разрешение. Тем более, что темно здесь будет время от времени, но не так, чтобы вот прям жесть, как темно. Страшно темно, но не жесть, как темно. Почти жесть. Ну жесть на самом деле. Поделаешь. Вот. Сперва сохранимся. Да. Христоф, мы сохранимся. А, недоступно пока Анечку уносил. Ну можно в этом самом полазить. В в шундуке. Насчет прохождения. Оно не будет обычным. Я покажу некоторые хитрожопости, которым я прибегать не буду. А также покажу некоторые хитрожопости, которым обязательно прибегать буду. И это будет прохождение по методике Мафусаила. Если что, здесь у нас Крестов пока что человек-прислужник, но на самом деле это ранг вампирский Мафусаил. И здесь он, если я не ошибаюсь, самый высокий. В общем, не буду спойлить. Да и вообще там нужно конкретно увидеть, что имеется в виду. Рассказывать дольше и неинтереснее. Конкретно увидеть, и до этого дойдет, я эту тему подниму. Специфическое, в общем, будет прохождение. Это факт. Да. Отдохнуть. Действительно. Никого же не насилуют. Можно отдохнуть. Подожди, 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 подожди секундочку. А можно ли? Нет, нельзя шлем забрать. Итак. На нас напала шляхта. Причем тут шляхта, когда они вроде как злачь-то и, в принципе, это цемиски, чемиски. Твари, короче, конченые. Кристоф, ты ранен? Ну. Нет, да ничего. Зарапина. И сдох. Мощные стены Праги однажды уже сдержали натиск демонов. Но враги взяли серебряные у них на востоке. Так как пристанище так близко к городу, они смело ходят ночью, убивая, и даже хуже, чем убивая людей. Насилуют, да, я знаю. Многие забрали живыми из их домов для какой-то отвратительной цели. Я никогда не позволю им забрать тебя. О, сэр! Какой я наглый Голосина, а? Завтра я отправлюсь в серебряную шахту и уничтожу паразитовых норах. Но. Жаль, что у меня плохо со здоровьем. Иначе я бы убил всех. Возможно, я схожу в шахту через месяц. Или два. Или три. Или четыре. Или пять. Или не схожу, возможно, вообще никогда. Не, ну, конечно, мы тут будем отыгрывать. Ты смотри. Рыцаря в сияющих доспехах. Для чего? Для того, что если отыгрывать плохиша, плюсов немного. Они есть в виде шмоток, которые можно носить. Но и только. А вот если отыгрывать хорошего, такого прям вот рыцаря, то в финале, если ты очень захочешь и дашь мне знать в комментариях, можно будет увидеть две концовочки. Одна якобы, сука, хорошая, а другая якобы плохая. На самом деле, ни хороших, ни плохих нет. Есть то, что тебе нравится, и то, что тебе не нравится. И все. Все остальное манипулятивная херотень, которую очень часто юзают на ютубе. Никаких плохих и хороших концовок нет. Поэтому рыцарь должен отправиться в серебряную шахту завтра. Хотя он мог бы и сегодня. Да он сейчас бы побежал туда. Посмотри, Анечка захочет, что он на край света. Так я оставлюсь здесь. Пойду налегке. Они же ранили мое сердечко. Жи ранили? Это как? Анечка. Ты тратишь пустую время хорошего сэра Кристофа своим плачем. Сука. Кристоф, бог улыбается на твой гнев. Я буду молиться о твоей победе. Я не проиграю. Вот такой он у нас. Я не проиграю. В общем, прохождение Мафусейла будет. Верните серебряные шахты Бонна. Вот. Покиньте Прагу через восточные ворота и войдите в шахты. Уничтожьте находящихся там монстров. Мафусейла не такого сделать. Знаешь, чтобы для понимания, да, вот у вампиров в этой вселенной есть сверхспособности. А я буду прокачивать его так, причем без каких-либо читов. Исключительно доступными в игре методами. Буду прокачивать так, что он даже среди сверхспособных вампиров будет сверхспособным крестоносцем. Ну, вампиром. Кстати, насчет сверхспособностей. Давай на третье. У меня тоже есть. Я недавно себе открыл сверхспособности. Конечно, они так себе. Но знаешь, сверхспособность не бывает, как и любимую игру. Это что-то, что просто есть или чего-то просто нет. В общем, я научился делать так, чтобы люди исчезали. Ну, как минимум, из моей жизни. Понимаешь, вот бывает кто-то, особенно под новой игрой, и неважно, под первой серией это старые новые игры, которые, допустим, просто не было еще прохождения, или прям новые новые игры, или просто под любым видео люди пишут, Саш, а что? Иди, земля больше не будет? И я отвечаю, без сарказма. Причем, вот этими вот пальчиками магия творится. Отвечаю, конечно, будет. Как только ты поддержишь его. Им нужно финансирование и поддержка, потому что иначе никак. Иначе будут серии натяп-ляп, которые очень быстро скатятся в говно, и которые смотреть тебе интересно не будет. Ну и отвечаю, что вот, конечно же, конечно будет. Как только ты поддержишь, и люди исчезают. Я просто их больше не вижу никогда. Они реально исчезают. Верхопособность такая. Дерьмовая, но что поделаешь. Жизнь такая, видимо, да? Видишь, у них тут даже крест здесь. Анечка, напутствие. О, сэр, я молюсь о вашей безопасности в столь рискованном путешествии. Излишний сексуальный голос, да? Ну, что поделаешь. Так, что это у нас? Письмо сэра Кадберта. Давай. Мой дорогой Кристоф, твоя храбрость одержала победу в битве на Муравейских холмах. Твои собратья по оружию разгромили языческих варваров и сейчас преследуют отдельные отряды Восточной Венгрии. Когда последний язычник будет уничтожен, наши войска вернутся в Прагу и вы сможете присоединиться к нам. А до тех пор ласковая помощь наших святых сестер оживит вас, если только это будет угодно Богу. Ближайшие собратья молятся за ваше скорейшее выздоровление, так как они не могут позволить вам сгнить в упадочной роскоши, пока они жертвуют своими жизнями. Возможно вы не сможете помочь архиепископу Герзе до тех пор пока мы не вернемся за вами. Да пусть Господь поможет вам, сэр Гудберт. Гудберт. В общем, скажем прямо, Кристоф опытный крестоносец, он знал где ему отдохнуть, да, в женском монастыре. Старый город Праги. Легко и непринужденно. Немножко полазим по Праге, по старому городу, покажу тебе старый город, Праги. Немножко уничтожим здесь бочек. Конечно же, жители не для того их выставляли сюда эти бочки, но Кристоф и такие нюансы вообще не трахают. Ему абсолютно плевать на все. Пока что, кстати, обратите внимание, навожу на людей и ничего не происходит. Да, ничего не меняется, потому что Кристоф человек. Рыбок что у тебя крестоносец? Приветствую вас, рыцарь святого Джона. Как приятно служить голос правоверных французов. Мы рыцари святого Джона из этих мест. Я был бы очень рад вернуться обратно во Францию. Не говори этого. Мы должны с радостью идти в разные концы земли, чтобы служить нашему Богу. Хорошего тебе дня. Хорошего тебе дня. А, кстати, немножко пробежимся по характеристикам Кристофа. Он человек, опыт 90, получено то же самое. Прислужник, как я уже сказал. Здоровье сотка, манна 110, вера 50 и 100. В общем, 50-50. То ли верю, то ли не верю. Когда удобно верю. Человечность, она же гуманность, 70 и сотни. Сила 30, ловкость 35, выносливость 30, восприятие 25, интеллект 30, ну, крестоносец. Смекалка 20, вообще плохо. Со смекалкой все плохо. Мы поднимем. Харизма 40, манипулирование 25. Все-таки, знаешь, вот не настолько смекалистый, но манипулятор. Я, кто скажет, дурнета хитрый. Внешность 30. Вот. Урон 30, тупой, ноль, острый, ноль. В общем, где-то посередине. Усиленный тоже ноль. Это имеется ввиду дробящий и режущий. В общем, вот такой вот крестов. До превращения. Обращение даже скорее. При хорошем обращении. О, давай зайдем сюда. Здесь, по-моему, нам нальют бесплатно. Крестоносцу. Приветствую, сэр, рыцарь, и добро жаловать. Говорят, что вы собираетесь очистить шахты от зла. Брешу. Эти демоны принесли много горя людям Праги. Наши рабочие не добывают серебра, и много гордых семей теперь просят подаяния. Пожалуйста, заходите в мою скромную гостиницу, и пусть бог благословит вас. То есть, понятно, да? О, налил, молодец, умничка. Зло? Да пошло оно. Бабло верни, и все. А зло, да хер на него. С алкашней не поговорить здесь с местной. Как видишь, тут у Кристофа из-за чудовищного уровня недосекса стоит даже плащ. Что поделаешь? Тяжелые времена. Так, мы оттуда прибежали. Неплохо бы запомнить Прагу. Нам по ней еще бегать, 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 бегать. Здесь у нас пока что закрыты ворота в Северный квартал. Да-да-да. Дед, который еле перебирает, ничего, потом еще может быть разок-другой засосем его. А здесь у нас кузнечка. Кузнечка это хорошо, что мы подобрали ржавый кинжал. Его, кстати, надо будет сейчас сплавить кузнецу прям. Потому что нам место понадобится, элементарь не такой, чтобы большой. Кстати, в нем немного чего есть, но кое-что есть. Меч, щит, амулет, кольца и нарукавники. Ну, перчатки, перчатки. Шлем и броня. Естественно. 50 копеечек. Кузница, наконец я смогу заменить мою переломанную броню. Крист, побойся бога, чтобы заменить переломанную броню, нужно сначала найти переломанную броню, а у тебя пока что ни хрена нет. Пока что будем продавать как есть. Приветствую, сэр Кузнец, я Кристоф, из Ордена Дыхания Меча. Да мне похуй. И я желаю заменить броню, поломанную в сражении. Похерут. Молодой крестоносец, я Джири Бориджев, и мой скромный магазин рад чести обслуживать Орден Дыхания Меча. И кого вы будете убивать в своей новой броне? Монашек. В женском монастыре, как тебе такое? Все равно продашь? Да я знаю, тебе только лишь бы деньги давали. Какие вещи они должны заботить Кунзнеца? Слушай, попроще надо быть как-то, Кристоф. Я собираюсь убить демонов в серебряной шахте на востоке. Хвастаемся, но это еще хуже. Я буду убивать демонов в серебряных шахтах на востоке. Вы плохо выглядите, сэр Кристоф. Если вы собираетесь проливать кровь злодеев в шахте, вам потребуется специальная защита. Защиты бога хватит. Я более ни в чем не нуждаюсь. Ха, я имел в виду цыганскую волшебницу, которая может усилить броню и меч. Что ж ты врешь-то? Она ничего не может усилить, она может продать только амулеты, кстати, хорошие. Браслеты, хорошие. Кольца, хорошие, прям, да. Помощь от цыган? Может ли такое быть праведным? Ого, это в 2023 году ты такое говоришь, Кристоф, ты че? Захейтит же? Никогда. Такая магия дьявола. Ну да, точно. Как и интернеты эти ваши, да? Где я могу найти эти цыганские амулеты? Где я найду ее? Только обещайте, что цыганке не будет нанесено никакого вреда. Нет, я не могу этого обещать. Зло обязательно приходит к тем, поделает работу дьявола. Ну, это же не значит, что он ее убьет. Я не могу обещать это. Вред будет нанесен тем, кто делает дьявольскую работу. Тогда я не смогу рассказать вам. Бог помощь. Ладно, Иржи, обещаю, что зло не придет к ней, если ты скажешь. Я на самом деле прекрасно знаю, где она находится, но... очень хорошо, Джири. Я обещаю, что ей не будет нанесено никакого вреда. Идите к золотой трассе, где найдете трамяной магазин, которым владеет старуха-цыганка Унорна. Там вы найдете все, что вам будет нужно. Бог в помощь, молодой рыцарь. Угу. Классно он начал. Вам нужна будет специальная защита. Но я вам ее не дам. Факел. А мы найдем факел. Он нам пригодится, мы его найдем. Можно было бы что-то купить, но мы что-то найдем. Причем что-то покупать. Кстати, кузнец классно на самом деле. Кует днем и ночью. Днем и ночью. Без выходных. Без перерывов. Без праздников. Просто всегда. Так, по-моему, нам сюда надо. Да, ворота к мосту Юдифии. На самом деле, по некоторым версиям он мост Джудит, по некоторым он мост Юдиф. В общем, хочу тебе показать, где Кристоф будет жить после обращения. Видишь, какой красивый, красивый. Это универ, если что. Университет. Так вот, в подвале. В подвале будет жить Кристоф. Вот такой вот Кристоф чувак. Подвальный Кристо носит. Ну, на самом деле, вампирский Кристо носит. Рик, да ладно, с тобой можно поговорить? А, точно. Осторожный снаружи городских стен, сыр, рыцарь. Те, кто сбивался с пути в сумерках, редко находили путь домой. Даже самые сильные из воинов исчезали. Улицы Праги более небезопасны после наступления темноты. Но вне городских стен как будто целый ад гуляет всю ночь. Ад, который сходит из замка и мы туда направляемся. Где-то чесоточный его тоже надо остерегаться на самом деле. Кстати, это повод. Вот я тут искал крыску на самом деле найти не удается, но... А, ну да, пока что мы их еще... Хотя... Да, пока еще не берем, но все-таки. Чесоточный дед это самый классный повод. Пожелать тебе приятного аппетита. Ну, конечно. Дальше будет лучше. С крысками пойдет получше. Мы пока что не можем зайти в этот самый подвал, но в университет можно зайти. Хотя здесь особо-то смысла нет. Ничего здесь такого пока что нету. Ну, так просто посмотреть. Просто посмотреть. Вот. Давай лучше зайдем к этому Томасу. Он там может быть наставление какое-то приготовил. Там нас что кстати? Что-что? Ворота Гарам Бона. А, нет, нам сюда надо. Ну, давай, раз уж нам якобы рассказали, где находится цыганка, это то сбегаем и побазарим с ней. Пока еще человеческий Кристоф нас не покинул. Но сперва сюда. Все тянет Кристоф к женскому монастырю, но нет. Надо держать себя в руках. Надо держать в руках себя. Сюда зайдем. Этот персонаж мне никогда не нравился все-таки. Кстати, смотри, какое здесь шикарное отражение. Просто в этой игре одно из лучших отражений. И это пол всего лишь. Это всего лишь пол. К слову, если что, здесь прямо даже в игре будет фишечка такая, будут говорить, что вампиры вообще-то не отражаются в зеркалах, в зеркальных поверхностях в принципе, но игра на это срать хотела и отражаться они будут так, что только в путь. Ну, это такие, знаешь, нюансы, но отражение здесь четкие, серьезно, видишь, потолок даже видно. Бог спасет и защитит тебя, его солдата, его гнев и месть. И все. Кстати, вот такие статуэтки, дальше после обращения в вампиризм будем собирать. А те, по-моему, если повезет, они и так будут выпадать. собирать и продавать. Прежде проводя опознание. В принципе, все, идем в мост на мост Юдифи. Поговорим с цыганочкой и потом шахты на первое боевое задание битого крестоносца. Текс. тесоточные дедушки бродят. Потом он, не стесняясь, конечно, может их засасывать, но я не буду этого делать, потому что стражники тут видят прям очень далеко. Вот где-то здесь можно засасать и там стражники не видят. Но это будет раз или два за игру. А в остальном здесь вот таких вот обычных прохожих засасывать не рекомендуется. Набегут стражники, начнется беда. кстати, у нас будет второе задание, когда уже вампиром станет Кристоф. Там у нас Петринт Хилл монастырь. Вот. Но набегают стражники, их приходится убивать, а страдает человечность, а человечность не должна пострадать раньше времени. мне придется в него зайти. Причем придется. Просто зайдем. Котик и ведьма. Привет, молодой рыцарь. Что ты ищешь? Я желаю только принести справедливость бога злу, который случился с этим городом. Я знаю справедливость бога злу. Они вампиры, нечисть, кровопийцы. Злодеи прячут свои хлипкие тела глубоко в шахтах под землей. Хлипкие, да. Потому что лучи солнца сжигают плать с их костей. При этом испускается такая боль, которую ты никогда не забудешь. Тогда возможно я покажу им славу нашего ордена и последнее что они увидят будет мой меч. Оружие не убивает злодеев. Их головы очень крепко сидят на их бессмертных телах. Тебе будет нужно больше чем простая вера чтобы победить их. Да мы их будем рубить налево и направо эти головы. В общем сейчас ничего не купишь можно взять кол но он нам нафиг не уперся и целебные бальзамы тоже мы найдем. Иди с Богом молодой рыцарь и осторожнее после захода солнца так как зло которое ты видел всего лишь малая часть того зла которое гуляет по улицам Праги ночью. я я пошлю все это зло обратно к черту жарила кстати но если мы уже оказались в этом золотом переулке вот здесь вот этот проходец можно запомнить оттуда в какой-то момент вылетит Кристоф и его бригада а здесь здесь у нас аптечка тремерская мы ее вынесем все нахер и всех тремеров там тремеров там в полную силу раскроется мой подход к прохождению мафусаила хотя я начну раньше я начну сильно раньше туда мы еще сбегаем так что я сейчас не будем в монастырь соваться позднее итог вот такая в целом Прага вот как тебе город я напомню игрушка по-моему 99 год ну не прям 99 999 ну 1999 хотя так и не скажешь по триангуляции она может так полоснуть по глазам до крови ну что поделаешь старая классика но музыка музыка здесь просто вот манифик она просто шикарная понимаешь вот у меня есть скажем так образец идеал даже музыки в кино и это то что сделал полидурис для конана варвара я считаю это просто это вершина и здесь вот то что сделали композиторы для этой игры это она она топовая и она так подчеркивает атмосферу она так рисовая шахт крестоносец если простые люди не смогли уничтожить порождение ада то мы рыцаре жора с легкостью сделаем это через пару недель мы закроем эти ворота как только последние лучи солнца умрут в горах пройдите внутрь засветло или ждите до рассвета я буду молиться о вас или скребитесь ворота но мы не откроем ну вот такая вот бегоня где-то факел надо подобрать потому что будет совсем о эти телеги все еще дополнены рудой рудокопы сбежали из этого места а злодеям не нужно было продолжать их труд не нужно было нужно было покел нам он очень сейчас пригодится хоть бы тут больше ничего нету и нам нужно отправляться на нашу первую суицидальную миссию один поперся в шахты до серебряные шахты бона да не намного но лучше он чернеет не гаснет но чернеет а это вроде за нашей спиной шорткат недавно вырытой земли отравлен грязным зловоним смерти ну хоть бы плюнул туда что ли а кристоф чтобы зловоние смерти было менее отравленным разбавить так сказать хотя о зовут и становится уже в пути давайте мне сюда всех ваших шлях находится здесь чья бедная душа здесь умерла этим вопросом придется жить вечность потому что на него никто никогда не ответит представляешь какое чудовище а и он еще человек сейчас просто в мясо одним ударом надо шариться по углам потому что можно пропустить ход и потом долго-долго его искать но я тебе уверяю тут так темно будет далеко не всегда кляхта уже на пути поэтому что она говорила да головы не отрубить а вообще как нефиг просто чё ты орешь конечно с меткостью кристоф пока что проблемы нам нужно и прокачивать и вообще другой мечик а хитро да конинку покушаем ну ну кристоф не подпускай этих твари близко себя могут и поцарапать куда-нибудь сдохнешь оно еще и лечится ты посмотри на него ты посмотри на него вот так пока что все идет отлично но рано или поздно конечно же начнут драть и нам очень даже эти целебные эликсиры пригодятся экономить я их не буду хотя можно было бы в целях в целях подхода мафусаила прохождению но терстни так еще один и и полтинник золота это конечно копейки дальше можно будет их даже не собирать тем более что они из врагов выпадают нет крысы коты они будут выпадать под ноги это не очень удобно крысы кстати опасней сейчас чем эти шляхта потому что могут заразить так погоди туда еще сбегаем полячиками всякими это шляхта наверху где-то шляется точно что шляхта шляется и шляется олзли сюда хорошо что враги хоть подсвечивается тебе хотя бы видно кого я тут пытаюсь убить кристофан это вроде тоже шорткат а может я ошибаюсь все таки давненько не играл у нее ржавый палаш надо будет наверное выкинуть если что вот эти вот бутылки со святой водой можно бросать во врагов но честно говоря это большого смысла не имеет их дороже продать а урона не наносят такой себе еще если попадешь ну такое в общем такое так нам нужно возвращаться посмотрим что у нас тут такое есть вроде бы а нет что-то есть о оно еще и усилилось не беда и сразу начал урон наносить и посмотри какой крис ну мочи его кстати если что вообще-то я ждал что они будут драть но не думал что так сурово один надерет задницу в общем при получении урона кристоф вот здесь вот на картиночке такой знаешь становится будто бы выпивший поддатый легонца да вроде бы и даже по-моему начинает хромать что ли такое могу преувеличивать могу привирать но что-то такое мы доведем его конечно до такого состояния просто чтобы о видишь уже хотя это еще не предел но все-таки он еще очень бодро а нет уже не бодро видишь как ходит время от времени но нормально оправился да так знаешь было больно но он же кристоносец можно потерпеть серьезно ржавый да опять не повезло ты будешь делать ладно все фигня ничего страшного найдем еще в целом я жду первого сундука чтобы показать тебе одну фишку который лично я сам пользоваться не буду хотя хотя я ей когда-то даже очень баловался это на втором прохождении на первом было совсем тяжко поверь мне на втором я пользовался этой хитростью хотя там сохранения были немножко не так устроены как здесь я не мог сохраниться где угодно нужно было загрузку проходить через загрузку или сохраняться в определенных местах в лежбище вот но в этой версии вот так причем это версия симовская пофиксили немножко изменили там было сложнее но не намного и эту фишку которую я покажу тебе я ее открыл случайно и самостоятельно кстати подход к прокачке как я его называю подход мафусаила я его тоже сам до него дотумкал но случайно это была случайность на самом-то деле убьешь ты его или нет пора лечиться а то туго будет кристофу туго а нам еще на первого босса нужно немножечко пару бутылок а в идеале чем больше сохраним тем лучше потому что это все можно будет продать они дальше будут не нужны посмотри что делается а здесь но возможно если захочешь вдруг окунуться в эту классику самостоятельно то вот такая от меня сохраняешься перед сундуком и вскрываешь его желательно лицом к сундуку что у нас кожаные перчатки допустим они имени не нравится что-то от тупого и от усиленного защита можно их конечно приодеть но допустим они им не нравятся они мне на самом деле не нравятся и загружаешься прям тут же и вот открываешь заново сундук и там уже новое бывает хуже бывает лучше но это конечно хрень я на это не согласен но таким макаром можно задрачивать шапка это уже лучше в целом я бы даже может согласился но я хочу мечик отсюда себе вынуть раз уж пошла такая пьянка но сохранимся чтобы потом его не искать тут определенный набор в каждом сундуке определенный набор там штук 8-10 вещей и они по кругу зациклены поэтому как только ты видишь что все начало повторяться то можно прекращать заниматься этой дрочкой потому что это именно дрочкой терпеть такое не могу но все-таки если ты не хочешь прибегать к тому методу который я покажу чуть позднее который но он не читерский нет в нем ничего теченского нету потому что все исключительно теми методиками теми доступными о отличная рапира отличная рапира нам подойдет потому что она точная и более быстрая а урон тот же это нам очень даже подойдет ну же говорю задрачивать этот сундук я не буду может быть еще парочку вот таким образом чтобы побыстрее разогнаться может быть оформлено я этого не люблю так здесь что-то вроде было вроде не было но хозяйшки в общем на заметку крысятинка сейчас должен меньше мазать во и острое мне нравится больше оружие режущее здесь в этой игре у дробящего есть свои плюсы в виде большего урона но допустим башку не отрежешь уже критические не срабатывают вот так жестко и на куски не порубишь да хотя будет парочка булавений которыми очень даже можно и попользоваться так куда же его отсюда я пришел вроде бы или нет ну да или нет да нет как сразу пошло а вообще совершенно другое дело это еще он не прокачанный более того он еще в принципе человек всего лишь совсем другой я бы еще хотел найти парочку колов нам пригодится хотелось бы тебе кое-что показать с боссом но не факт что я их смогу найти и тем более не факт что с боссом удастся это провернуть по-моему здесь сундук был нет вроде мы уже здесь были в общем постараюсь я очень постараюсь конечно скорее всего кристоф помрет в процессе может быть даже пару раз увы но я буду стараться слушай по-моему я уже кругами начал бегать а зря где-то там свернул не туда да где-то там внизу сейчас вернемся и нащупаем путь дорогу где-то там рядом с сундуком тут в принципе было бы все очень просто если бы было хоть что-то видно а тебе я еще подбавлю света чтобы ну чтобы хоть как-то тебе было заметно потому что я-то и так потерпеть могу а смотреть на темный совсем уж темный экран то конечно такое благо факел выручает хоть как-то так где-то здесь а может быть может быть я что-то пропустил как подниматься это вроде бы нет наверное все-таки сюда вниз и что-то тут надо нащупать такое и по прохода что-то где-то а вот все нормально потерялся но ненадолго кружок сделал все нормально этого не было я же говорю если бы вот но там разрешение поверь мне того стоит оно решает оно очень решает шахты второго уровня мы на самом деле приближаемся там третий уровень по-моему последний шахт приближаемся к боссу может быть даже что-нибудь еще по броню найдем щит вроде еще должен где-то валяться такой о да вот здесь нормальный там можно будет прибегнуть к счету я спасу это сокровище из лап зла и повторно посвящу его благочестивой цели повторно о пригодится о можно все-таки крыску взять этих крысок вообще тут используют в качестве запаса крови да пополнение да блин тварь сдохни но я этого делать не буду потому что во-первых они очень миленькие посмотри какие такие резиновые вот а в третьих обе у меня такое будем собирать их складировать в сундуке потом кто-нибудь через много лет открыл сундук а там штук 20 мертвых крыс хотя нет они вечно живые на самом деле но все равно состояние полного ахера гарантируется да кстати неплохо бы и сохраниться так а где тут у нас путь дорога тут обрыв здесь это фигня вот сюда куда-то что ли мы оттуда пришли туда пошли кричат здесь бедолаги но поверь мне никого спасти здесь не удастся только кристофан если он конечно не сдохнет есть и минусы в озвучке конечно вот эти крысы они очень пронзительно кричат прям слишком пронзительно как по мне то что вот эти вот мурчащие чимиски отродья я кстати не эксперт могу ошибаться но вроде бы это были когда-то людьми их так извратили могу ошибаться вот этот сундук можно тоже задрачивать но я не буду целебный бальзам отлично катит пытается взять кольцо очень не хорошо если за спину зайдут вообще очень нехорошо о ну все уже места заканчиваются да так пока все равно дешевый а места нам еще нужны я еще хотел кол найти хотя бы один будет 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 там скорее вопрос удастся ли его применить так чтобы так шахты один нам сюда тут еще где-то бродит тварь посильнее чем вот эти ощутимо посильнее что же вы вот это усиление себе колдуете ребятки видишь под ноги бросают их можно элементарно пропустить и деньги но дальше нам это не понадобится в моем подходе это не особо то и беда а вот целезный бальзам нам понадобится вообще даже кристоф не надо так психовать все в порядке пока что это орет предыдущий кристоф которого анечка сюда заслала ооо дяди с трубой это конечно солидно убей убей кристоф завали эту тварь быстрее пока лечиться не начала пока душу из тебя не выбила это рапирой которые повышенная точность так нажмем если что тут не особо видно откачка воды идет ведрами мы пока что не можно туда пройти там крисов не то чтобы воды боится просто не любит ее да вы задолбали ладно ну начинается так мы сейчас придумаем причем это пить факел можно было бы выбросить он в принципе 6 копеек стоит это до сраки я мурзилку я не выброшу ты что это так нельзя не густо нашел на самом деле тут присутствует рандомчик и нашел не густо о вот это тварина он может так насадить на штык что капец о боевой упырь это еще не насадил поверь мне крисыч попадай попадай крисыч давай да чтоб тебя старайся пуски вылетают же наконец-то тварь полечилась конечно же он слабак но крисов пока что еще больше слабак к сожалению к сожалению так нам либо сюда либо туда покросим шляхту давай давай крис давай мочи его ну же ну не умирай ты можешь ты можешь давай старайся я потом тебя подлатаю yes все идет к тому что кристофа убьет только босс если убьет может убить потому что я собираюсь все таки провернуть ту тему с полом кольнуть так сказать ой-ой-ой сколько тут нас давай yes прямо в мясо башку башку отлично в мясо мясо руби его в мясо ну крис ладно башка тоже подойдет и ничего из вас не выпало ну вы ребята даете я конечно понимаю что по 2 копеечки но все таки о 25 хотя бы пока что нам золото очень даже пригодится там на первую манипуляцию в стиле макусаила так крыски 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 давай в целом бояться особо не стоит если не убьют пока не убили да откинул копыт это кристоф если что я же говорю она вовсе нелегкая эта игра блин я аж здесь сохранился недооценил я мощь ребятишек старайся крис давай еще 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 жили ты должен ты вытянешь есть я тебе говорю она сложная если что если не прибегать вот этим хитростям сундуками если не прибегать к другим фишкам которые я покажу обязательно ну и тут у нас все дело случая здесь сейчас даже лучше получилось конечно же само собой если бы я не знал как сделать из него сверхубийцу сверх вампира я бы скорее всего загружался бы частенько ну когда сильно подрали я так ой нет ребята дубина денег стоит больше чем эта ржавая хрень кстати силы 35 не возьмем еще никак не потянет так вот загрузиться очень даже стоит здесь да а дальше там и тактические подходы там ребят где-то оставил в засаде а кристоф тут будет далеко не один бегать вчетвером будут гаситься ребят оставить засаде приманить по одному врагу ну в общем хитрожопости всякие я к такому прибегать не буду просто потому что у меня другой путь я эту игру играл для меня здесь вряд ли что-то сложная будет а этот подход он и бодрее и познавательнее ну мало ли чего несмотря на то что игре больше 20 лет может быть что-то для кого-то новое я открою может быть может быть иди сюда тварь ты убила да ты на самом деле крис просто мазал кучу раз по ним видишь ну может же ну может а может же это не то что я там что-то себе придумал я ему нормальную дал пушку ей вали только в путь такую шляхту так погоди-ка давай сперва снизу изучим хотя тут тупик или там я не помню где-то тупик где-то не тупик вот и коли ну вот раз и все и готово монетки сколько десяточка десяточка эликсиру шка дочечка отличная ребристая булава замечательно минус значит вот эта штука наша в целом урончику булавы больше точность меньше и медленнее она ну давай я тебе покажу как она себя ведет в деле кристоф конечно же может немножечко из-за этого получить по мордам но что поделаешь у нас тут в целом-то не стоит задача чтобы кристоф не получил по морде выиграл да но цена у этого конечно же есть да вроде бы что ли да нам сюда так стоп сейчас окружат и заклюют чувствуется разница валита нормально палита нормально только попадает хреново и медленная да то чтобы совсем медленная но медленно вот тут согнули в бараний рог мордой в пол положили чимисхи что ты с них хочешь цемицы чимисхи короче как не назови а еще мразь это тебе не благородные насфератычи насферамберсы которые тут кстати тоже будут о это полезно потому что они стоят до хрена если что ну все очень относительно но вниз северные шахты 3 да мы близки уже к цели очень очень близки к цели можно попытаться из этого сундука с сокровищами вытянуть что-то себе интересное что-то интересное этот кинжал больше стоит чем вот эта штука а нафиг серьезно что за тварь а ладно пригодится так схема тоже стал рядышком чтобы после загрузки смысле ничего нет но это что такое крепье нет ты можешь лучше крепье это нет шапка ну шапка да ну в целом в целом в целом я могу согласиться на шапку но давай еще попробуем чуть-чуть чуть-чуть капельку три раза шапка шапка так бывает и такое тряпье мы уже начинаем с тобой чувствовать да что какой тут круг да стегная одежда окей окей можно 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 честно можно задрачивать эту штуку побольше прям можно оно может дать больше да надо поменять но скажем так не сильно некоторые сундуки будут очень отличаться прям очень отличаться от других там будут хорошие вещи выпадать и там уж если на то пошло пофармить получше но я тебе покажу такой способ фарма после которого я почти уверен тебе покажется абсолютно бессмысленным вот этот фарм тем более тут он будет знаешь он такой стопудовый ты будешь прям видеть и понимать что ты делаешь ради чего ты делаешь и сколько тебе еще это делать так там впереди босс проводим такую рокировочку я надеюсь что получится показать тебе это я в это верю не факт конечно что получится но мы будем стараться пусть создатели этой насмешки над святым собором покажут свои злые лица смотрите негодяи вкусите сталь справедливости справедливости срань неживая и добра пожаловать в мою землю срань неживая неблагоприятный крестоносец тебя чертовка проклятые создание земля не должна носить тебя нет вся земля наше владение с каждым днем мы растем в силе мы разрушим всю оборону и уничтожим все святые места чимисхи должны управлять всей прагой и все и смертные гниты будут дрожать при нашем приближении обратите внимание руки намотала наше чистота святых мест защитит их от твоего зла чистоту можно запятнать и святость может быть загрязнена весь их рад должен скоро проснуться он должен загрязнить все что чисто загрязнение его сила чистота приятна ему как поле которое можно загрязнить как твоя благородная кровь приятное вино для меня умри проклятое животное бог сверх тебя с небес с древности а я изгоню тебя земли умри и не гневи бога будем стараться стоп чтобы потом это все заново не слушать ну зачем же в общем сатурн в юпитере и неблагоприятный крестоносец случился астрасучка давай крис ты можешь давай поближе подойдем давай я верю у него я в него так верю что ну это еще не то это поверь мне это вовсе не то то что мы там ей урон наносим какой-то микроскопический эффект откола должен быть совсем другой если получится ты поймешь что я имею ввиду давай 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 ну крис ну давай какой все что я еще заколю этим колом просто вот насмерть а не так как хочется ого крис но я же знаю что ты можешь да не стоять на месте например давай ну может он конечно еще слишком слаб чтобы это делать я имею ввиду уровень прокачки не позволяет давай крис давай да блин крис ну перед людьми позоришь но обещал же обещал же людям показать вишечку которая продумана которая есть которая вот вот только есть давай крис блин ты уже куски мяса из нее вышибаешь сколько можно ну она уже лечится крис нет твою мать крисыч давай я бы рапируешь давно замочил но хочется очень хочется это показать крис давай 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 прощай грязная нечета ты ничего не сможешь сделать тебя теперь ждут вечные муки ада муки за да крис муки за ада ладно ну в общем если что мы бы вызвали у нее стан эффект но крис против этого не будем тратить все эти бутылки они мне пригодятся давай нормально убей ее просто замочи ее завали эту тупую я конечно без совсем без бутылок не получится давай куда ты лечишься сейчас я порежу крис давай посмотри какая тварь кстати у нее вроде кровь бесконечная она может лечиться вечно но не факт так прощай грязная нищета ты ничего не сможешь сделать все ничего не можешь сделать это моя личная прихоть и я тебе советую этого не делать но здесь я буду прокачивать веру хотя надо было бы прокачивать кое-что другое но я пока могу прокачаю веру пока он человек изысканный кинжал он по-моему хороших денег стоит вот так вот так так и надо вернуться за нашей шваброй не забыл в общем чуть-чуть немножко в 10 раз быстрее чем уколом но хотелось же показать фишку но мучить тебе тоже не хочется загружаться и постоянно вот это трахать себе мозг и тебя канифолить этом смотри с подсветкой вот сральник да сральник а антураж ничего так там где-то свечечка огонечек тут подсветочка в деталях вся фишка в деталях знаешь казалось бы чимисхи а ничего прекрасное не чуждо о запомни эту штуку что кого столь святой релик из этой безбожной могилы несомненно святой предоставит мне свою защиту амулет святого еврея ну вот эти вот перлы здесь я же именно для них родник стараюсь святого еврея твою мать кристоф что ты такое чешешь нам по-моему сюда этот шорткатик открылся вроде бы сюда или не сюда сюда вот чтобы все это не проходить заново не оббегать более без из факела она знала что нам близко поэтому не стала брать вот все нормально все в порядке видишь глаза немножко пострадали согласен ну бывает игра старенькая надо иметь снисхождение к ней я же говорю я тут и поэтому в видеороликах появляться не буду изображение старенькая игра она идет сюда крестоносит заканчивает свой день отступая но вы желаете отдохнуть в женском монастыре вся брага может отдохнуть я отрубил голову королеве демонов вана кристофу герою праги да так то герой браги сколько там денег набрал 273 273 копеечки целом целом мне бы пушку поменять идем нам нальют там бесплатно зайдем кузнецу и пушечку поменяем кузнецами как сундуками смотрите это крестоносец убийца демонов он очистил жахты шляпы долой в его честь честь кристофа да и надо много чести просто наливая бесплатно все такс верните собор святого томаса но вот и кстати я говорю ты запомни этот медальон святого еврея святой святого иуды такс такс сейчас она продаем но я же говорю тут сундуками точнее с кузнецами как сундуками нужно сразу же сохраниться и вот из них выдрачивать порой полезно а порой необходимо иначе пол игры пройдешь а нужного снаряжения не найдешь даже на продажу потому что у них разные смотри звонят в честь твоей победы кристоф весь город празднует а может сразу повезти как карта ляжет так кол мы продаем он доказал свою бесполезность ему нормально кинжал моро стоит 60 копеечек эта штука 50 копеечек эта штука 70 копеечек но мы отставим одному нашему дяде он с ней очень даже проходит факел тоже дядя оставим изысканный кинжал 81 отлично я им никогда не пользовался слабоват слабоват и летом то же самое итого у нас 509 копеечек этого хватит на то что я хочу купить а хочу я купить отличную альбар нет мне нужно изысканная алебарда нет мне нужно мне даже не нужен боевой топор топор тем более 55 сил я никогда в жизни его в руках не удержу мне нужен фламберг мне нужен фламберг очень хочется это моя личная прихоть можешь считать так очень хочется фламберг будем стараться его выбить из кузнеца это может так просто не получится так быстро да отличная пика палаш более я меньше чем на изысканное я не согласен изысканный полуторный меч нет вручный если что нет 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 вроде бы вручный могу ошибаться скорее всего вручный нет нам это не нужно из 1 издавай поближе до сохранился чтобы каждый раз не подходить он так тут тугой этот кузнец за него приходится выбивать вещи большой он отлично нет изысканный я бы еще подумал бы над изысканным я бы еще подумал нет все не то если что у него очень много разных интересных интересностей на которые мне сейчас ни хрена не хватит денег например вот такие вот нечестивые полупластинчатые доспехи но я их носить не смогу потому что видишь человечность сколько нужно а я пока не готов это делать если что тут будет даже фламберг ужаса если что ну во первых это переплата а во вторых у него один минус вот это кстати фишка жесть она добавляет безумия когда владельцу когда он лупашит просто это кошмар но такие мы на таких деньги пофармим ну там будет короче ты поставь лайк серьезно вот от души я покажу как на такой херне потом деньги фармить но это будет потом вот отличный фламберг но мне нужен изысканный изысканный мне нужен он дороже стоит но оно того стоит пока что мне хватит именно на него именно он мне больше всего сейчас пригодится на самом-то деле ступастая балова 0 точности и еще и медленная так что нет она по-любому проигрывает в принципе я тут по цене вижу он должен стоить около 500 может быть что-то еще придется продать но не факт вот вот эту хрень мне она сейчас не нужна в целом ес да пламберг я выбираю тебя урончик урончик полтос да точность конечно да и скорость конечно да рапира рапира она кажется что такое себе но поверь мне единственное что я не помню есть ли изысканная рапира здесь или нет должна быть но как видишь он вообще меня не торгует рапирами можно попытать удачу и посмотреть в целом если изысканная будет сильно крепче например сорокет я бы даже ее бы взял вот но это вот гемор с этим поиском даже когда у тебя будут деньги ты будешь искать то что тебе нужно рапира 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 где-то рапира может быть даже греческий огонь есть кстати достаточно бесполезная хрень крепаные доспехи можно было бы купить но не хватит купилок даже если я все это бальзам продам а я сейчас не хочу продавать он нам понадобится на потом изысканный молот не вижу я рапиры давай еще разок хотя бы посмотреть на нее ну они торгуют в рапирами но только не все о видишь какие тут даже а здесь вера нужна полтос поэтому только сейчас кристоф может ее носить а денег сейчас не хватает поэтому по сути никогда он ее не сможет носить но это даже не спойлер это даже не спойлер о нет это полуторный меч ну в общем оно там может быть на 5 на 10 урона больше максимум оно того не стоит точность хорошая штука но урончик тоже нужен итак отправляемся в женский монастырь как же без этого кристоф жить не может без женского монастыря здесь я бы сбегал продать но мы там ничего такого не найдем чтобы мне сейчас нужно было освободить рюкзач немножко места есть но там спасибо то вы уже ничего не говорите да я вернулся из серебряных шахт там больше нет зла пусть бог благословит тебя кристоф я дарю тебе этот серебряный крест я слышал что ты знаешь все про логов вампиров чтобы я смог лучше бороться против них они зло это все что ты должен знать я благодарю тебя говорит я вернулся из серебряных шахт там больше нет зла конечно если ты оттуда вернулся там больше нет зла у нас тут самое большое зло давайте хвалите меня ура ура кристофу шахты снова чисты весь город приветствует героя праги мы благодарим тебя за очистку шахт мы получили новое серебро бог благословляет тебя одни деньги на уме охлаждают меня я боюсь что зло осталось в праге не просто так фламберг в руку не взял у нас сил не хватает на него он куплен впрок если что и не то чтобы я забыл там так выбивал выбивал и забыл его положить нет хороший день миледи хороший день милорд мы благодарим вас за очистку наших шахт и рады видеть тебя в здравии после такой опасности но нужно еще немного подлечиться милорд однако теперь я перенес новое несчастье и только ты можешь мне помочь я всегда рада служить тебе милорд я хочу я нашел потерянный реликт миледи амулет святого еврея я должен отдать его тебе миледи за твою работу я не принимаю дары работа во имя бога этого достаточно да дорогое всего что я имею а ты самое дорогое всего что я не имею а хотелось бы очень даже иметь сохранить это тети влом что ли так мы наверное оставим эту штучку пока здесь она подождет своего часа может дождется может нет кто его знает так это тоже да это тоже нам не пригодится пока что противоядие может быть одно оставим это надо было с самого начала выкинуть эта штучка очень скоро пригодится о да крысятинку 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 я наверное может даже сюда не буду в угол ставить чтобы тебе не заслоняло обзор так касса это сюда потом напарим у нас просто будет дядя продажник продажные дяди а бывают дяди продажники и вот он напарит это дело я думаю этого нам хватит там будет дальше ребятишки которыми конечно придется повозиться но я знаю одну хитрость анечка я прошу чтобы божий свет заполнил твои тела силой и энергией как тебе такое так опыта немножко далее еще чуть-чуть это моя личная прихоть не обращая на это внимание и так не делай серьезно оно ни о чем это просто человек добрый день хороший день архиепископ геза объясни свое отношение к сестре анечке я приказываю тебе говорить только правду перед богом иметь ее хочу я нахожу ее самый лучший из божьих созданий и оправдывает судьбу что она никогда не будет моей в другом времени и месте мы могли бы найти счастье вместе как муж и жена это нечестивые мысли твое желание проклянет твою душу и осудит Анечку я приказываю тебе очистить свое сердце от подобных желаний если не для твоей пользы то хотя бы для ее не соблазняй ее злой эгоистичный юноша она не для тебя ее место со мной с нами здесь в женском монастыре а твое место нести страх божий сердца язычников он тебе тоже не нравится они слишком далеко ага хорошо улицы Праги все еще дом грязным демоном ты должен уничтожить их я должен возразить тебя убить первого что ли королева демонов сказала что они желают загрязнить святые места мне нужно защитить вас пару святых мест Анечке защитить отправляйся на улицы я подчиняюсь но я также буду защищать улицы перед собором и монастырем я подчиняюсь но я буду также защищать улицы перед собором и женским монастырем женским монастырем я буду присматривать за тобой ты безнравственный парень сука старая наступает ночь вампиры просыпаются старый город Праги никогда не спит в журнале защитите Прагу ночью защитите весь старый город от монстров которые бродят по ночам что они никак не добродят уже собора по-моему смысла нету но можно зайти сука старая твои дела не внутри этого святого места а снаружи защитивай улицу от дьявола ладно ладно все я иду уже так ну чтобы никто не обманывался если что это крысиный патруль серьезно мы просто будем бегать собирать крысок а потом появятся ребята вот прям на этом самом месте и им просто надо будет надрать зад все правда это ни хрена не так просто будет сделать если что но в целом пушка у меня есть норм кое-какая броня есть тоже ночью Кристофу не наливают ну потому что поздно уже все мне их только до 11 продают такое дело вот начинается мясо главное стражникам похер абсолютно они на своей волне просто им плевать на то что здесь творится вообще имели они это все ввиду о вот он крысиный патруль я же говорил и крысят в преднике мост нам сейчас не нужен ржавый да ну ладно уже пять штук накопил я рассчитываю тридцатник собрать а то и больше даже плюс минус в целом конечно можно было бы уже ломануться туда ну давай на мост сбегаем посмотрим на мосту кто-то шарится там я не помню вроде нет потому что мост под охраной в золотом квартале тоже вроде никого нету вроде бы никого нету в золотом переулке ну давай уж нормально если уж бегать то по всей праге будем защищать почек даже не набить да ни аптеку не вынести ни бочек не набить на самом деле зря я сюда побежал ничего здесь нету нам нужно просто вернуться опять к монастырю вот мы побегали побегали немножко там злачт шляхт по убивали и все хотя а может что-то это скажет интересное это ну так я приглашаю тебя не хвалюсь за убийство Ахсры неживой без твоих сведений я не смог бы убить ее так что я благодарю тебя за твой мудрый совет но Ахзра сказала много вещей которые взволновали мою душу задайте свои вопросы ты знаешь кстати а я этого диалога даже и не знаю видел ли когда-нибудь или нет так что она имела ввиду когда говорила Кайнит что значит что она Кайнит хотя каждый ребенок знает о вампирах очень немногие знают что они происходят от Каина и выращенной первой женщиной созданной богом не поносите так Адаму и Еву Адаму не Адама и Еву Адама и Лилит Адама была первой женой Адама и такой энергичной женщиной была она но Адам захотел командовать ей и Лилит отвергла его оставив его в компании ангелов и демонов затем бог создал Еву которая была кроткой и умеренной но их дети были далеко не таковы когда Каин убил своего брата Авеля бог проклял Каина сказав что пища растущая из земли больше не будет поддерживать его тело только кровь подобно крови которую он пролил будет гасить его жажду гасить его Лилит нашла изгоя Каина и обучила его силе рая и ада бог создал Каина первого вампира а Каин сделал всех остальных охотясь на потомков Сета третьего сына Адама так что все вампиры называются Каинитами но только теми кто знает больше чем говорит церковь я не могу поверить такие странные рассказы тебе нужна я чтобы остановить их ты знаешь о Мапусаиле из Вышеграда ты знаешь о Висихраде Метусиласа что Метусилес один из наиболее древних и сильных из всех армиров увы я не знаю ничего о Висихраде замок Висихрад грязная столица клана вампиров чимисков не ходите туда грязные твари армия твоего ордена не смогла бы уничтожить такое зло ну шмар давай ко мне про чимисков ты знаешь о чимисках из 13 больших кланов вампиров злодеи кланы чимисков наиболее отвратительны они пришли с темных карпатских гор где дремлет древнее зло они пытаются управлять смертными как скотом и похищают нас ночью на улицах они безжалостны чтобы расширить свою власть днем они разрушают смертных силы собственной демонической крови когда смертные пьют кровь своих хозяев они становятся вурдалаками которые живут пока пьют кровь хозяина самых старых родах вурдалаков подобных королевской семье премисов дети рождаются ревенантами смертными с кровью вампиров вот так то какими знаниями об этих демонах ты владеешь что ты знаешь об этих демонах вампиры охотятся на смертных но они сохраняют их ненависти для других вампиров 13 больших кланов вампиров всегда в войне клан против клана старший против младшего страшном джихаде они разрушают мир до основания и скручивают судьбу смертных свой темный гобелен джихаде имеется ввиду священной войны я благодарю тебя я благодарю тебя вот так то надо тебе это нет а то я не продал ну она даже крыс кстати покупает это я тоже продал но рано дай тебе не хворать это иди с богом молодой ты же как в песне у цыган молодая да это про кристофа крестоносца из праги как там было в этом американские оборотни в париже да или английский оборотень в америке такое а тут французский крестоносец в праге так давай продадим ой и чё и идем становиться вампирами дайте и тебе и тебе и тебе хороший день у него всегда хороший день несмотря на то что ночь день похер всегда день хороший так надо бы сохраниться чтобы чтобы сохраниться чтобы сохраниться например как тебе такая концепция мне всегда нравилось так с нам туда ну можно еще и здесь у кого-то замочить не разменешься с этими горожанками здесь нет а как насчет крестиного патруля нет покрали все крыс уже до нас последнюю бочку расхерачить понимаешь выставляешь бочку на ночь неважно пустая не пустая но ты выставил тебе она нужна будет завтра допустим но не тут то было гребаный крестоносец прибежал и расхерачил ее ну шо это такое на твоих глазах может быть даже еще жесть так все сейчас нас будут встречать и мы будем маневрировать что не надо не 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 ребят не не подождите 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 секундочку опа это хозяйшка на заметку если что вот эти ребятишки втроем могут так сракотан надрать поверь мне тревога в женском монастыре анечка я защищу тебя архиепископ будь ты проклят я защищу тебя архиепископ будь ты проклят а тут стражники стояли и где же они делись то да по ночам не стоят будь ты проклят архиепископ и крестов опять расстроился что насилуют обратно а он не участвует в процессе крестов ты принес зло в это святое место эта зараза следует за твоей грязной душой и свалился убирайся в ад чудовище что он имел ввиду вообще а кресты мы запрещаем кресты это святое место упаш упаш крестов быстрее ну молодец ай-яй-яй ай-яй-яй есть протонул на самом деле здесь элементарно могли грохнуть ну меч решает броня решает очень даже щит опять-таки да поскольку я твой должник я хочу предложить помощь в борьбе против сил ада я прошу милорд спасти нас от этого зла миледи я буду сражаться с этим пока душу я верю пока душу нашего скромного женского монастыря оу не такой он уже и скромный с силой демона его мужество вернуло шахты подумайте как даркаин расширил бы энергию такого человека вампиры взяли крестово на карандаш хорошую службу бромедиан замубив ахс хру без нашего участия но нужно взвесить все за и против мы нуждаемся в его мече другие кланы несомненно пожелают сделать из него вурдалака что ты имеешь ввиду в его мече но ты не забыл как власть церкви владеет над умами этих смертных космос его вера сила наряду с его сталью над умами и без его веры стал ли бы он нужен нам он был изгнан из стада из-за его раны он отделен от ордена дыхания меча многими милями ты мудр из стада изгнан как хорошо ты знаешь сердца воинов однако это не убедило меня примесла разгневан из-за его вмешательства в их планы я узнал что они обещали богатую награду за его голову а он не доживет до следующей луны отнесите эту принцу и сообщите ему что этой ночью Екатерина Мудрая унесет одного человека во тьму и принесет вампира космос если этот крестов поколеблется или потерпит неудачу он должен умереть вот такое говоришь миледи анечка мне нужно поговорить с тобой и не только не надо переположить женский монастырь ну а вдруг кто-то захочет подключиться возвращал сюда мой лорд как только падет сумрак ты не должен оставаться за воротами я победил бы злодеев ада лишь бы стоять у твоей двери и и вообще за порог не выходишь помочь его лорд этим вечером есть другие дела ты должна услышать меня я хотел поговорить с тобой но страх сжал мое горло какая сила может укротить человека выстоявшего перед демонами ада лицо ангела с небес о милорд и ты нанес мне рану которая не заживает кровь моей жизни льется передо мной и я не могу превратить этого я люблю тебя анечка я люблю тебя со страстью которую я никогда еще не знал милорд я должна возразить такая любовь оскорбления к небесам если ты отвергнешь меня то я пропал я я не могу отвергнуть тебя я так же страдаю от раны которую только ты можешь излечить развратил сучонок моя душа упала при первой нашей встрече и теперь мое сердце разрывается от нежности моя любовь к богу и моя любовь к тебе порвала меня на куски мои грехи выливаются перед тобой так как мое зло пролилось на невинную грудь нет что пролилось на грудь что произошло с моей душой и сердцем это так глупо я смогу подвергнуть опасности собственную душу но никогда твою когда мы пропали наши души лишены надежды спасения ужас мы видим указание на медальон святого еврея этот святой защищает всех потерявшихся потерявших выход из нашего тяжелого положения не говорите так где есть святой защитник есть надежда возможно святой еврей принесет нам надежду на секас я молюсь так или на обрезание твои слова заполнили мое сердце мужеством прощайте честная анечка нет улицы небезопасны ночью ты должен остаться здесь в женском монастыре пока солнце не засияет снова пусть бог пощадит мою душу поскольку дьявол только что запутал мое сердце я уже готов обменять вечность счастья небес на одну ночь с тобой знаешь что ты не одинок в таких желаниях наверное я проклят а сколько у тебя таких крестов меня осуждают за мою жажду но я не должен тащить тебя в пропасть за мной я должен бежать из этого святого места и не возвращаться больше милорд вернись вечно сколько тут целостный сюжет здесь нет дополнительных знаний неважных все задания важны наступила ночь вампиров час когда крестоносцы беззащитные попадаются в сети кугаров вампирских она еще немножко джедай не только вампир не дергайся отпусти меня я приказываю ты храбро сражался я люблю таких доблестных людей но никто еще не смел перечить мне кто ты демонада я здесь чтобы спасти тебя демонада спасти от участи большинства смертных именем бога убирайся и обратно вас стой дитя вера тебе не поможет мы порождение кайна кайна убийцы и бог тебе не поможет если мы решили взять тебя а теперь приди ко мне я мать екатерина да я все понимаю сейчас ты убьешь меня нет хоть ты и без помощи я не вру тебе нет 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 у Екатерины есть нечто общее с Разиэлем чуть чуть вода 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 анечка воды я прошу тебя меня мучает жажда вот так вот перепил я я Екатерина мудрая Екатерина из прометянцев Екатерина лидер клана бруян мы дети кайна и теперь ты стал одним из нас бог да пощадит мою душу я проклят держись детеныш ты получил силу чтобы бороться ты должен сдаться мое создание прежде чем голод настигнет тебя и сделает тебя безумным первый вампирский засос кристофа так быстро он освоился чтобы жить хорошо что не просто сосущий это все что осталось демон благородного кристофа нет мое создание ты стал больше чем был прежде ты теперь бруян мы бруян философы рода кайнова там где другие кланы искали золото и безделушки мы искали чистой мудрости мы стремимся узнать все секреты которые несут небеса мы прокляты нет мы возвеличены в легендарной картахене мы жили в мире со всеми смертными вместе мы искали секреты рая пытаясь найти путь существования детей кайна и сета но ненавистные вентру ревновали к нашей власти клан патрициан предал нас и попробовал уничтожить нас мы выжили но легендарной картахены больше нет несмотря на эту потерю мы прометеанцы продолжаем поиск гармонии со всеми смертными картахены больше нет мы добиваемся исполнения мечты которой был картахен но мы нуждаемся твоей помощи чтобы растичь этой цели впереди война они очень близки уже которым нам нужны великие воины воины демонов не касаются меня мы заставим тебя думать иначе девчоныш достаточно космос крови бруян надо стыть пойдем позвольте нам оставить нашего молодого подумать про его ситуацию но знай Кристоф что тебя уничтожили были захватили наши враги уже этой ночью мы дали тебе вечную жизнь и показали тебе истинное лицо мира и я не ожидаю благодарности но наш клан требует верности или смерти достаточно во мне нет жизни даже мое сердце прекратил биться моя душа ушла из меня у меня не осталось даже спасения или проклятия слышь как в песне про бруян ты должен служить новой хозяйке я был недавно обращен и мало что знаю об этом мире я согласен только пока следует за тобой нет я во всем тебе подчиняюсь и жду твоих приказов нет я не согласен служить тебе я отрекаюсь от тебя от твоих злых дел я ухожу от тебя я не соглашаюсь служить тебе я отвергаю тебя и избегаю твое зло я ухожу от тебя наглый детеныш я запрещаю это не нарывайся на мой гнев а то что этот человек может сделать кое-что еще Екатерина например вампир которым он является должен действовать иначе космос он узнает что он должен пережить собственное безумие мудрая речь космос очень хорошо крестов я не накажу тебя из-за этого неповиновения и если ты уйдешь теперь я не двинусь без тебя но и при этом я не буду спасать тебя от плодов такого неповиновения прощайте честная жестокость я ухожу из своего проклятого дома и от своей проклятой нежизни только в смерти я могу найти себе утешение за потерю моей души перлы просто сыпется честная жестокость такая смерть не закончила твое проклятое существование ты должен понять что твое мучение рай по сравнению с болью тех кто в аду и я желаю чтобы ты учитывал слова своей хозяйки Екатерины по крайней мере пока ты не сможешь ходить под солнечными лучами теперь позвольте нам вернуться к Екатерине в общем если тот лысый это космос то вот этот вот рыжий это пчела понятно кто тут Саша Белый но нет ни одного более мерзкого чем клан чимистков который заражает Прагу подобно чуме злодею ищу твою смерть и в оплату за убийство Ахсера и ее слуг если ты захочешь выжить ты должен быстро овладеть знаниями своей крови ты должен принять во внимание все наши законы или ты станешь таким же чудовищем как чимистки наш первый закон хозяйка Екатерина я жажду твоей похвалы Кристоф человек действия его лучше использовать на поле сражения позвольте ему изучить наши пути в гамани Горинола Кристоф еще не готов да поверьте он столь же готов как всегда я хочу поговорить с тобой что что ты лепишь вообще философ его горячая кровь кипит когда он сидит без дела пошлите его в бой если он выживет он проложит нам путь а если выживет то и хрен с ним просто пошлите его он по-моему страйкером был идите мои воины и ударьте по нашему дорогому союзнику Гринолу Кападоццо пришло время вырвать тебе зубы ты с ума сошел пчела блин за что ты че блин сука зубы вырвать ты вообще просто ты вменяемый я не знаю ты в неадеквате что ли а я тебе еще меч тут припас богомерзкую алебарду мы продадим кстати если что и лук тоже с твой конченый один свиток заберем и кровь у тебя всю конфискуем потому что я знаю как ты бухаешь не просыхая люблю тебя я не даже за что но люблю так мы конечно продадим это дело но чуть погодя поэтому пока что это все в склад ученый а не воин она спасала своих слуг пока не пришло время гиены я не могу тратить часы обсуждая мудрость каенитов в ее университете дайте мне крепкий меч в руку и приятный вкус крови моего противника и я буду счастлив я не родственник тебе кровавый пьяница я атакую только тех кто заслуживает моей стали я не убиваю невинных из-за их крови правая рука не разгибается все что у кристофа старая травма не обязательно убивать крестоноска чтобы жертва оставалась жива убийство во время еды не соответствует прометеанской этике это делает нас чудовищами что такое чудовище чудовище рожденное от греха каена внутри твоей груди кристоф не дай ему победить или пропадешь навсегда жестокие действия выпускают это чудовище и оно поглощает тебя как поглотило многих из людей ахзры чудовище сделай их сумасшедшими нет безумные вампиры зовутся молковианами если встретишь их то пусть бог поможет тебе нет чудовище не простое безумие но демоническое проклятие каена мы прометеанцы выбираем путь человечности помни это всегда или сгоришь изнутри или сгоришь изнутри обещаешь мы имеем вечную жизнь но нам необходимо скрываться от ненавистных лучей солнца живительное солнце приносит смерть только таким как мы каждый день мы должны отступать в свое убежище под университетом каждый день в подвале ужас но знаешь такой фешенебельный подвал надо признать вам откровенны самое шикарное между прочим убежище дальше он будет по всяким клакам шляться так пока что это сюда складируем оно нам не пригодится крысятинку мы кушать не будем я же говорил она у нас не для тех делов вот а также кровь наверное здесь оставим она пока что тоже не нужна это уже вообще в принципе не пригодится этим уже нельзя пользоваться вот это может пригодиться свиток пробуждения очень даже пригодится так вроде бы у нас есть немножко опыта и можем кое-чего сделать да мы сделаем вот это это и это а также было неплохо бы вот это но это что у нас смекалки не хватает ладно понадеемся на удачу мы его найдем нам пока что вот эта штука пригодится получше вот я тогда а или да тут дороговато ну в общем пока так пока так а дальше будет видно а у тебя ничего ну меч я тебе дал так что не жалуйся если что вот кстати этот крестик тут валяется который крисыч выбросил если что тут плевать вампиров на кресты и сохранялочка нас здесь идем на мост вампирские азы изучим а дальше там надо будет в монастырь если что у нас задание возвратите фрагмент нот пересеките мост юдифи и войдите в монастырь петрен хилл найдите фрагмент нот и принесите его екатерине так я по-моему все выбрал да да отлично отлично так новых бочек не наставили нет крысиный патруль объявляется закрытым да по-моему по-моему сейчас нельзя поговорить с Анечкой но мы попытаемся закрыто закрыто да увы вампирузой стал вампиру больше и наливают но четыре оленя можно зайти вот это бессмысленно кстати обратите внимание теперь стражники уже враги можно вот так вот ненароком на кого-то случайно жмакнуть кристоф побежит его убивать потому что не поймешь я пошутил и о отлично и потом придется переколбасить всех если что после становления вампиром у кристофа манна превратилась в кровь вера превратилась в безумие человечность как была так и осталась все остальное в целом не поменялось и он стал бруха новообращенный бруян короче бруянищий что ты тут пялишь на моих крыс что тебе надо снег а я что тоже крысиный патруль я не понимаю о идем поговорим с сыганкой перед тем как в монастырике сейчас правда деда совсем слегка слегка потому что я расту голод одолевает тебя чудовище растет пока ты слабее конкретнее кристоф чувствуешь его в своем сердце ты должен поесть ешь или умри кристоф я уничтожу тебя прежде чем чудовище одолеет тебя хороший друг ты ешь или умри выбираю ешь крис рано только столько сколько нужно кристоф так нужно больше больше нужно больше она затягивается а он сейчас уйползет челок блин что ты за что я тебя люблю не волнуйся он проснется и не вспомнит ничего о том что случилось большинство смертных находит даже большое удовольствие в темном поцелуе екатерина говорила нам что в картахе смертные добровольно шли на это картахе теперь она картаха ты обрелись картахена картахен или картаха вообще капец я люблю его просто как родного вилла но картаха соблазняют меня на темные дела как легко могу я выпить у всех кто доставал меня твой страх и твоя сила могут сделать из тебя чудовище остановись вовремя помни о человечности Анечка смертная любовь наиболее опасна для нас я должен увидеть репах вампиры тоже не переносит это наиболее неблагоразумно веселый мир дневного света потерян для тебя я должен увидеть ее снова только увидеть на мгновение екатерина была бы не против очень хорошо если проявишь доблесть в нашем деле этой ночью я отведу тебя в женский монастырь но только чтобы на мгновение разглянуть на нее пока наоборот против теперь иди наше задание ждет нас ну так подождет что ты расслабься уилл нам тут он еще надо сходить к цыганке она сейчас сразу у бабки глаз наметный она просто с порога видит таких у перозов смотри привет малый что малый здорово малая выглядишь так странно они ранили тебя по моему сердцу захватили тебя о мой бедный мальчик ну не бойся ублюдки ничего не боится я помогу тебе чем смогу да уж будь добра поможет она чем сможет рано если что мы у нее будем покупать амулеты вот этот очень хороший вот такой же хороший их потом ещё найди попробуй это херня полная нафиг не нужная эта полная херня нафиг не нужная эта херня полная нахрен не нужная а вот эта можно будет там ITS родичи такое вот нам надо будет еще бурдюки с кровью накупить но это позднее да и ты тоже не хворой здесь мы засасывать никого не будем потому что есть монахи монашеский засос не карается стражами правопорядка здесь тушить тупо нет там уже о маскараде никто не слышал я тренхилла приближище вампиров каппадоцио в праге монахи вампиры нет каппадоцио скрываются в оскверненных сводах ниже монастыря вне поля зрения монахов которые обеспечивают их новой кровью монахи которые служат гринолу знают реального хозяина монастыря а всех остальных засасываешь просто так да кстати крови всего-то 80 всего-то он не перебачивает то он помрет а у вилла 120 на минуточку притом и этот новообращенный и вот он новообращенный ай-яй-яй такими быть ай-яй-яй так с главного входа не войдем где-то должен быть запасной вот каково наше задание так убить живое задание мудрый гринол хороший союзник екатерины я не вижу удовольствие в нападении на его дом но к податься украли у катерины драгоценный фрагмент книги поклона мудрости древних каенитов и она желает вернуть его почему гринолова украл мы не знаем но пока мы не можем запустить чтобы они узнали что мы служим екатерине по секрету не крал такое значит смотри-ка мы уже здесь и близок близок очень близок тот момент когда я покажу тебе там уже состоит путь мафусаила где-то броня хотелось броню показать напоследок это совсем близко броня о пиаде пиаде уже здесь уилл конечно же его будут будет благоговением шарашить но это все херня все равно мы их засасывать и не думали даже так бутылочка крови и вот она броня она сюда здесь лежит кристоф заслужил вот лишь даже преобразился немножечко кожи добавилось чуть кожаные перчатки кожаные штанишки немножечко еще кожи на груди ну а виллу всегда достаются обноски у меня всегда все проходят через криса все все лучшие вещи через криса что у уилла сейчас этот меч это просто потому что не хватило прокачать на силу вот но вот такие вот у нас вампиры я рассчитываю на твою поддержку я рассчитываю на твой лайк если тебе понравилось то остальное пиши в комментариях будет очень интересно почитать потому что я же говорю игра любимая и хочется знать твое мнение о ней прям развернутое такое очень будет здорово большое спасибо за компанию всем и отдельный респект спонсорам канала за поддержку меня кристофера кристофа пардон рамуальдо и вот теперь еще и уилла двух вампиров друзей скоро нам еще одну особу добавят а потом еще одну особо добавить но это уже будет дальше респект и я по бой кровопийцы существование которых мало кто верит находятся рядом с нами на протяжении всей истории человечества они скрываются днем от жгучего солнца и посторонних глаз но ночью они выходят чтобы продолжить свой проклятый маскарад